В этой части мы расскажем, как мы купили машину. Так ли опасна Тихуана, как про нее рассказывают. Как мы провели 7 часов в машине на жаре с двумя детьми. Как мексиканская полиция забрала у нас все деньги. Про все-все-все попытки нашего перехода границы. И как мы наконец-таки попали в США. Друзья, всем привет! Всем привет! С вами Игорь, Карина и канал Штатная Ситуация. Это уже долгожданный третий выпуск. Спасибо вам огромное за количество активности. За ваши лайки, комментарии, подписки. Кстати говоря, тут у нас знаменательное событие. Мы пробили фланочку в тысячу подписчиков. Поэтому это благодаря вам, ребята. Спасибо вам большое за всю вашу активность. Под предыдущими двумя роликами собралось уже огромное количество комментариев. И интересных вопросов. И мы решили, что мы обязательно должны сделать рубрику вопрос-ответ. Где ответим на все интересующие вас вопросы. Так что, если вы еще не задали свой вопрос, тогда под этим видео обязательно его задавайте. Мы выберем самые интересные, самые популярные. И обязательно запишем такое видео. Так что, если вы уже задавали вопрос под предыдущим видео, под первым или под вторым, продублируйте его под этим видео. Мы их все будем просматривать. Будем отвечать на самые интересные, самые популярные. Сейчас, ребят, среди вопросов очень много видно, что тех, кто смотрит невнимательно ролики, потому что наполовину вопросов, ответы уже есть в видео. Смотрите внимательно. И также еще хотелось сказать, что комментарии очень сильно разделились. Кому-то хочется видеть больше лайв-контента, кому-то хочется послушать чисто нашу историю, кому-то хочется получить прям вот пошаговую инструкцию по переезду, которую мы, кстати, не даем. И еще раз повторяем, что мы ни к чему не призываем. Включительно делимся своим опытом. Поэтому, к сожалению, удовлетворить все запросы мы не можем. Поэтому делаем видео так, как делаем. Для этого мы специально делаем тайм-коды. И если какая-то тема или какой-то кусок из нашей истории вам не интересен, тогда просто его пролистывайте. А тем, кому интересно, почерпнут нужную информацию. Хотите, смотрите полностью до конца. Если хотите конкретную информацию, тайм-коды здесь, специально для вас. Можете пролистывать ненужные, неинтересные куски. Большое количество ваших комментариев и вопросов связано с темой адвокатов и кейсов. Ребят, сразу скажу, подобные вопросы мы рассматривать не будем по двум причинам. Во-первых, мы недостаточно компетентны еще в этом вопросе, так как у нас еще не было ни консультаций с адвокатом, ни, собственно, суда. Поэтому мы не владеем достаточной информацией. Мы не являемся миграционными консультантами, адвокатами и не можем давать вам консультации по этому поводу. И вторая причина. Вопрос кейса – это сугубо индивидуальная и конфиденциальная информация, которую обычно никто не обсуждает. Ребята, вы должны это прекрасно понимать. Но сразу хочу отметить, что тема кейса крайне важна. Она должна быть у вас проработана. Поэтому информации на тему кейса и по поводу, из чего он должен состоять, как он выглядит, как оформляется – информации в интернете огромное количество. Поэтому уделите этому должное внимание, изучите все внимательно. Есть много чего почитать, есть много чего посмотреть. Поэтому это на самостоятельное изучение. Ну что, с темой вопросов мы разобрались. Поэтому с вас сразу лайк, вопрос в комментарий, подписочку и поехали. В прошлом видео мы вам обещали рассказать про виды границ и способы пересечения и про наш вариант перехода границы. И начнем мы с того, какие способы сейчас существуют попасть в США из Мексики. Способов несколько. Есть способ перебежать границу, так сказать, огородами, то есть через пустыню, через реку. Это достаточно опасный способ. Люди идут пустынями, реками по жаре, и потом, где забор заканчивается, или там есть какая-то дырка в заборе, они там заходят и… И сдаются уже офицерам американским. Таким способом пользуются, мне кажется, в основном одиночки, потому что с детьми такой путь преодолеть очень сложно. Есть способ найти людей, которые помогут вам с машиной за определенную сумму денег и подскажут, в какую именно лучше полосу встать, по какой границе лучше проехать. Этот способ тоже достаточно опасный, потому что есть случаи, когда людей кидали. И есть еще сейчас популярный способ прохождения через разные волонтерские организации. Пока эта тема достаточно серая, ее еще не изучили ни адвокаты, и не было прецедентов в суде, поэтому этот способ тоже достаточно неизвестный. Но люди сейчас проходят этим способом достаточно большими количествами, то есть очень много людей проходит через эти организации. Просто пока неизвестно, в дальнейшем будут ли какие-то проблемы, связанные с этим или нет. Еще один из способов – это когда люди идут через пеший переход. То есть есть прямо пешие очереди, где стоят офицеры, и люди пешком проходят через эту границу. Некоторые одиночки проходят в основном таким способом. В основном эта очередь состоит из мексиканцев и американцев, которые переходят эту границу каждый день, идя на работу или к семье, или еще по каким-то другим делам. Все люди, у которых есть право пересечения границ, туда и обратно. И самый популярный способ пересечения границы – это проезд на автомобиле. Собственно, мы и выбрали этот самый способ. Вкратце, как это выглядит. Нужно подъехать к американскому офицеру, который стоит на границе, и там находятся так называемые в народе пупырки. Если вы пересекаете эти пупырки, вы уже попадаете на территорию США. Хотя после нее есть еще и будки, которые там нужно проехать, сдав документы. Но проехав уже вот этот первый, самый важный рубеж, вы оказываетесь на территории США, и там вы имеете право запросить в политическое убежище у офицеров. Соответственно, задача состоит в том, чтобы первый офицер, который, грубо говоря, стоит на этих пупырках, пропустил ваш автомобиль проехать за ним. Именно всеми четырьмя колесами, то есть полностью, машина должна заехать. Потому что бывали случаи, когда заезжали двумя колесами, офицер в этот момент просил остановиться, развернуться, и вы должны беспрекословно выполнять указания этого офицера, иначе будут проблемы. Соответственно, когда вы подъезжаете к этой границе, вы показываете офицеру какой-то документ. То есть офицер должен принять вас за американца или за какого-то местного жителя, который едет через границу, чтобы пропустить вас через эти самые пупырки. Крайне важно, чтобы машина была с калифорнийскими номерами и выглядела цивильно, была не побитой, не облезшей, не поцарапанной и так далее. Чтобы визуально это выглядело, как будто американец едет через границу. Как же приобрести себе автомобиль в Мексике? Первый способ достаточно распространенный. Вы обращаетесь либо к местным таксистам, либо к местным жителям, которые помогут вам с приобретением автомобиля, отвезя вас на большой автомобильный рынок, так называемый бульвар, где выставляются все машины. Вы можете там выбрать себе машину по вашим предпочтениям, но этот вариант не совсем хорош тем, что машины, которые там стоят, не в лучшем состоянии. Поэтому можно сказать, что вы покупаете кота в мешке, неизвестно, когда у нее сломается кондиционер или, не дай бог, двигатель. Да, то есть абсолютно непонятно, какое техническое состояние у этих машин. Она в любой момент может ее подвезти. Но многим людям везет, они берут что-то более-менее приличное. Второй способ – это покупка непосредственно напрямую у местных жителей. Просто через Facebook Marketplace находите, кто из местных продает свой автомобиль, лично уже с ними там связываетесь через Google Переводчик или как-то еще, и покупаете машину прям с рук у человека. Третий способ – это приобретение автомобиля напрямую из Штатов. Когда человек покупает тебе автомобиль в Штатах, пригоняет его через границу, и ты его уже забираешь в Мексике. Мы, собственно, выбрали третий вариант. Почему? Что касается машин, приобретенных в Мексике, их в дальнейшем, когда ты пересечешь границу, уже нельзя будет использовать. Потому что в большинстве случаев они либо технически неисправны, либо там вырезаны катализаторы, еще какие-то нюансы, и она просто не встанет на учет в Штатах. Мы же хотели проехать на машине, оставить ее себе и в дальнейшем здесь на ней передвигаться. Поэтому, чтобы у нас машина встала на учет и прошла все технические осмотры, мы выбрали вариант, в котором мы покупаем ее напрямую из Штатов. Еще, будучи в Канкуне, я общался с человеком, который подбирает автомобили. Я конкретно сказал, какая машина мне нужна, какая марка. И получается, что когда мы приехали в отель, вот мы только заселились, уже вечер, в этот же вечер мне привезли машину прямо на парковку отеля. Ну все, сделка в ночи состоялась. Пожалуйста. Вот наш транспорт на ближайшее время. Honda Pilot. Достаточно свеженький, бодренький, кондей, кожаные сидения. Ну такой, порядочный. Все работает, все крутится, все вертится. А уф, все хорошо. Вот такой вот. Вот так, в общем, бодрый, бодрый. Экранчик сидела. Ну в общем, я доволен, я доволен. Все хорошо. Я проверил все технические составляющие, работу кондиционера, как работает двигатель, коробка, в общем, все основные нюансы. Чтобы машина внешне смотрелась нормально, чтобы работали все пары, потому что это технически важно. Расплатился наличкой. И все, у меня было два ключа на руках и машина на парковке. А машина нам обошлась 4400 долларов. Теперь краткий обзор границ, которые существуют в Тихуане, просто для понимания того, что происходит на каждой из границ. Первая граница Сан и Сидра, на которой очень много полос для проезда автомобиля. Если вы проезжаете границы, и вас разворачивает офицер, которому не понравится либо ваша машина, либо вы, либо ваши права, он вас разворачивает, вы едете обратно по дороге, на которой вас могут встретить мексиканские полицейские, которые либо с вас возьмут штраф в взятку, либо, в худшем случае, могут забрать у вас автомобиль. Этот вариант нам категорически не подходил, потому что мы подбирали машину для того, чтобы пользоваться уже в Штатах. И мы решили на эту границу вообще не соваться, дабы не потерять машину. Поэтому вариант Сан и Сидра мы полностью исключили. Вторая граница Атай-Меса, там уже немного меньше полос для перехода, но все равно достаточное количество. В случае разворота на этой границе вас могут встретить мексиканские полицейские, но там они в основном могут взять небольшую взятку и не забирают машины. Этот вариант нам очень сильно понравился, с тем, что там много полос, но одновременно с этим машину не забирают. По крайней мере, таких случаев мы не слышали. Третья граница называется Текате, она находится немного дальше, в 40 минутах от первых двух границ. Там всего лишь одна полоса, и проехать немного становится сложнее. И четвертая граница – это Мехикали. Это уже другой город, туда нужно ехать больше, чем 2-2,5 часа, и она известна тем, что большое количество людей там проходили границу, несмотря на то, что полос там немного, вроде как 2 или 3. Ну что, вернемся в наше 3 сентября. Третье сентября! Это был вечер, мы были в отеле, купили машину, собственно, я ее забрал, оставил на стоянке перед отелем. Мы заказали себе KFC местный, поели и легли спать. Четвертое сентября. Зачем сказал 4 сентября? Утро 4 сентября у нас началось со знакомства с двумя потрясающими семьями из Беларуси. Большой вам привет, ребята! Ребята, всем большой привет! Это знакомство начиналось очень неловко, с переглядываний, с отдаленных разговоров ни о чем. Но в процессе нашего завтрака, в процессе нашего разговора мы уже стали очень, как будто бы давно родными и близкими, уже делились своими планами, своими мыслями по поводу перехода. И, собственно, с одной из семей мы решили поехать вместе на одной машине. И с одной из семей мы решили поехать вместе на машине, дабы сократить общие расходы. Дабы? Дабы, зай, дабы! И наша первая попытка прохождения границы состоялась уже этой ночью. Предварительно мы с ребятами съездили в Walmart, чтобы закупить определенный набор. Тоже видишь такая вот какая-то инфраструктура, да? И вот по задумке, по задумке-то прикольно, вот смотрите, трубы, какие-то переходы. Оно-то как бы, да, но за этим никто просто сделали и никто ничего не ухаживает. Здесь же какое-то стекло должно было быть или что-нибудь такое. Ну, теплица, наверное, была бы, да? Парни, что вы хотите передать себе, которым уже заехали и уже чилят в Соединенных Штатах? Ой, как хорошо. Серега, ты хочешь что-нибудь передать себе, тому, который уже заехал? Завтра передадим. Завтра передадим. Теплые вещи, ты и теплые. Теплые вещи. Хорошо. Короче, сейчас приехали в Walmart, закупаем базовый набор пересекальщика границ. Взяли чехольчик на руль, взяли держатель, вонючечку. Вот сейчас берем сюда эту кепочку, чтобы он был максимально у нас похож на Америку. Так что все будет хорошо. По историям из чатов мы сделали вывод, что все находящиеся в машине должны быть хорошо спрятаны и никого не должно быть видно, а должно быть видно только одного водителя, который едет спереди и показывает, собственно, свои права офицеру. Семья наших напарников это были Артур и Дина. Ребята, большой привет вам еще раз. У них был козырь. У Артура были нью-йоркские права. Причем на тот момент еще действующие, настоящие нью-йоркские права. Мы думали, что это очень серьезный, сильный аргумент, который поможет нам быстро проехать. У них были права, у нас была машина и все сошлось. Постыковочка. Как выглядела наша первая попытка? Артур сидел спереди со своими нью-йоркскими правами, в красной бейсболке повернутой назад. Игорь и Марк, сын ребят, сидели на втором ряду, спрятавшись за передними сиденьями под укрытыми черной простыней. А я с Мирой из Дины лежала в багажнике, также накрывшись черным пододеяльником. Обычно, когда едешь на границу, даже ночью, там есть какая-никакая, но очередь. И там можно стоять полчаса, час. В эту попытку мы проехали как-то без очереди за 10 минут. И буквально за 10 минут Артур говорит, я уже подъезжаю к офицерам. Мы, разумеется, ничего не видим. Мы удивлены, как так получилось, что мы уже около офицеров. Мы постоянно ждали от него каких-то указаний, еще чего-то. А он говорил, я не понимаю, куда ехать, куда меня ведет навигатор. Я не понимаю, мы здесь вообще или не здесь. И уже просто единственное, что мы слышим, это говорит, мы подъезжаем, мы подъезжаем, черт, конус. И все, и мы разворачиваемся. Нас развернули, да, все. То есть мы не поняли вообще, как мы проехали к этой границе, как нас развернули. В итоге оказалось, что в эту ночь граница вообще была пуста из-за какого-то мексиканского праздника. И мы были единственной машиной на границе. И на этой полосе стояло 4 офицера, которые поставили конус и сразу нас развернули. Представляете, никто, кроме нас, больше не ехал через границу. Так мало того, что все полосы были закрыты. Одна полоса открыта, 4 офицера, и мы единственные такие подъезжаем. Разумеется, нас сразу развернули. Вот так закончилась наша первая попытка. Итак, после первой попытки мы решили, что мы точно больше не поедем с заводской тонировкой. Потому что, когда мы ехали, было видно, что ночью прям очень хорошо просвечивалась машина. Нас было прекрасно видно. Плюс, когда мы лежали, было видно свет фонарика. Они там, офицеры, просвечивали машину. И мы поняли, что нужно сделать нормальную плотную тонировку. Поэтому мы с ребятами поехали в город утром искать, где мы можем нормально затонироваться. В итоге мы объехали несколько сервисов. Нам говорили цену там 250, 200. В итоге мы в одном из сервисов торговались. И нам сделали тонировку за 130 долларов. Половина успеха в нашем деле – это хорошая тонировка. Поэтому вот мы в процессе. Тронировка получилась отличная. Ребята, мексиканцы, постарались на славу. Теперь весь зад машины у нас был наглухо затонирован. Единственная проблема была то, что у нас было три чемодана, коляска. И когда мы лежали сзади, возможно, эти чемоданы немного бликовали. И поэтому они могли заподозрить, что из-за того, что там находится большое количество чемоданов, что там кто-то есть еще. Итак, у нас началась вторая попытка. Она уже была днем следующего дня. Значит, мы все вместе загрузились в машину. За руль сел Артур. Мы хотели, чтобы он попробовал все-таки проехать со своими нью-йоркскими правами. Я с женой Артура, с Диной сел на задние сидения. Мы договорились, что когда будем подъезжать уже ближе, мы будем падать вниз, накрываться этими темными простынями. Ну, а я, собственно, лежала в багажнике с Мирой и с Марком, с танишкой ребят и с чемоданами. Собственно, началась наша прекрасная попытка, которая длилась на секундочку 7 часов. 7 часов днем при температуре примерно 40 градусов жары в темной машине под темными простынями. Конечно, машина была классная, потому что в ней работал кондиционер, но проблема была в том, что мы, лежавшие в багажнике, лежали, грубо говоря, за стенкой из сидений, и к нам никакой вообще холодный воздух не доходил. Естественно, тяжелее всего было детям, потому что им нужно было вставать, смотреть, разговаривать, смеяться, плакать в туалет, поесть и так далее. Выручали только мультики, какие-то перекусы, и вот они у меня спали несколько часов на руках. Но, в общем, это было тяжело, реально тяжело. Почему, собственно, мы ехали 7 часов? Как оказалось, в этот день на Атае была какая-то неведомая просто пробка, и мы тупо 7 часов без перерыва сидели в духоте, в машине. Кстати, как вся эта поездка выглядела? Впереди у нас American Driver. Тут у нас привиденчики. А тут у нас целая толпа нелегалов. Маленьких и больших. С багажом. Ну и я здесь, естественно. Едем. Попытка. И, к сожалению, после этих 7 часов перед нами все-таки поставили конус и развернули. Артур показал свои нью-йоркские права. У него начали спрашивать, сколько человек в машине. И, ребята, если у вас уже начинают спрашивать что-то офицер, это значит, что попытка провалена. Потому что обычно они пропускают на ходу. Ты показываешь удостоверение, они пропускают. Если у них возникли какие-то вопросы, они начинают тебе подходить, спрашивать, это значит, что, скорее всего, все плохо. Дальше они уже не пропустят. А врать американским офицерам не стоит. То есть, если вы едете с семьей, вас много человек, лучше сказать сразу, да, нас много. Они как бы спокойно вас развернут, чем потом окажется, что вас было много, вы сказали, что вы один, потом вас вылезает куча-куча, у них шок, злость. Матрешки из машины выпрыгнули. Это были случаи, когда офицеры реально злились на проезжающих, разбивали им стекла дубинками, отвертками и так далее. Поэтому лучше до такого не доводить и не врать им на границе. Без приукрас это было очень тяжело. Прям действительно тяжело. Мы, наверное, были морально готовы, но когда мы столкнулись с этими физическими трудностями, когда затекает все тело, когда тебе очень страшно, когда ты очень сильно волнуешься при подъезде к этой границе, и ты ждешь, что вот сейчас будет этот момент, когда мы проедем, и огромное разочарование от того, что нас разворачивают, все это нас очень сильно, конечно, вымотало. Но мы не сдавались, приехали домой, отдохнули, и на следующий день нас ждали новые попытки. Как оказалось, права нью-йоркские, которые мы думали, что это будет козырь, на самом деле, на вторую попытку они вызвали очень большой интерес у офицера. Он начал внимательно всматриваться, разглядывать, и начал задавать собственного действия вопроса. И получилось так, что проезжают там в основном калифорнийские права, а мы показывали именно нью-йоркские. То есть они отличаются визуально, и все офицеры начинают в них вот так вот всматриваться. И в дальнейшем это сыграло на то, что больше вопросов к этим правам, чем то, что это является козырем. Третья попытка была тоже на Атай Меса. Мы уже ехали в пробке всего пару часов. Было не так жарко, гораздо лучше, чем в предыдущий раз. Новый день сегодня, и у нас новая попытка. Мы снова стоим в пробке на Атай, но сегодня все едет гораздо бодрее, гораздо лучше. Мы уже посередине Атая, до пограничников, до офицеров. Сегодня решили, что я поеду за рулем, буду показывать ОМС-ку. Ну, собственно, как и все. Вот, выглядит у меня это все вот таким вот образом. Вот. Поэтому посмотрим. Так что, ребята, держу вас в курсе. Ставьте пальчики вверх. Если хотите узнать, что будет дальше, проехали мы или нет. Вот, ребята, пожалуйста, вам под съем немножечко пробки на Атай. Здесь шныряют постоянно всякие продавцы. Кто-то стоит, продает, кто-то ходит. Вон там телега, например, идет, кто-то что-то продает. Постоянно заглядывают в окна. То попрошайки, то продавцы, мороженое, там всякие. Буррито, напитки, чуросы продают. Вот, ну и там всякую ерунду. Так что, стоим. Но и в этот раз тоже не повезло. Уже подъезжая к офицеру, он даже не дал мне показать ему документы. Не знаю, как они что-то определяют. Он взглянул на машину, быстро взглянул на меня и сразу выставил конус. Я даже не успел показать ID. Мы развернулись. Решили поехать по сентри-лайн. Там есть отдельная линия, по которой проезжают как по платной дороге и через границу. То есть, если обычный поток идет достаточно медленно, там вот так вот люди потоком проезжают, быстро показывая свой документ, проезжают потоком. Там есть специальная карточка. То есть, это не обычные права, которые показывают американцы. Там нужна специальная карта проплаченная. Она так и называется сентри-карт. И она очень сильно похожа на наш полис ОМС. Мы, к сожалению, об этом узнали уже после и не воспользовались этим. К сожалению, да. Мы об этом узнали уже по факту после наших попыток о том, что нужно показывать на сентри-линию ОМС. Потому что они похожи один в один. Загуглите, как выглядит карта сентри и как выглядит ОМС. Сразу, не отходя от кассы, мы решили сделать четвертую попытку. Как только нас развернул офицер, мы выехали на трассу. Еще раз развернулись и поехали уже через сентри-лайн. Там поток идет очень быстро. Там вообще практически нет очереди. Поэтому мы буквально за 10 минут подъехали уже к офицеру. Я уже заезжаю на полмашины через пупырки. Офицер спросил у меня документ. Я показал ему американские права Артура. Он опять вот так начал не вглядываться. Говорит, чего, чего? Покажи, ну-ка, покажи еще раз. Я такой, блин. А я уже на полтачки стою через пупырки. Он подходит, а там у меня на правах вообще бородатый чувак. Артурчик. Я так показываю эти права его. Он так посмотрел. И у него никаких вопросов не возникло. Он такой, типа, здесь, говорит, да, говорит, окей, но здесь, типа, нельзя ехать. Где, говорит, спрашивает, where is your sentry? Начал у меня спрашивать, где твоя sentry-карта? И я такой, типа, у меня нет sentry-карты. У меня только, типа, вот. Он такой, нет, нет, нет. А потом он такой что-то начал присматриваться. Сколько человек в машине? В общем, нет, разворачивайтесь. И развернул нас. Но чтобы вы понимали, каждую из этих попыток мы лежали прям не дыша. А представьте себе, что значит лежать не дыша с двумя маленькими детьми. Это было очень тяжело. Да, но на самом деле, вот честно, выглядело это со стороны не докопаться. Потому что никого вообще не видно было, кроме водителя. Единственное, может быть, что нас выдавало, это большое количество чемоданов. В конце машины уже в зоне багажника. У нас там чемодан на чемодане. Может быть, это нас как-то палило. Собственно, мы расстроились, что еще одна попытка на Тай не удалась. И уже решили попытать удачу поехать дальше. Поехать до Текате. И если не получится на Текате, поехать дальше на следующую границу в Мехикаве. Планы у нас на этот день были грандиозные. И мы отправились вперед на Текате в 40 минут. К нам. Хорош. А если отсчет идет вот этот 1, 2, 3, это значит снимает, да? Это значит все хорошо. Ой, как классно. Взяли дурочка-попутчика. Я офигел. Вот такой сил-сил. Вот, блядь. Главное, на позитиве. Позитив это все. О, местный житель. Смотри. Местные как живут. Все хорошие. Все хорошие. Все хорошие. Все хорошие. На Текате, как я уже говорила, одна линия. Мы встали в эту пробку вдоль стены Трампа. Это было очень знаменательно, потому что вот уже протяни руку, и ты в Америке. Но мы отстояли эту пробку примерно полтора часа. Мы тоже не особо поняли, как получился въезд, потому что там проходит одна линия, и она ведет прям в ворота, где начинается USA. Там стояли два офицера, и краем уха, лежа в багажнике, мы уже слышали начинающийся разговор офицера с Игорем. Внутри все сжалось в эти моменты, и он начал спрашивать, сколько у вас человек в машине. Игорь сказал 6, а они такие, ооо, ноу, 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 плохо, типа очень плохо. Зачем мы сюда приехали, ребятки? И, собственно, в его внимание, как думаете, что привлекло? И, естественно, опять же, нью-йорские права. Когда я их ему показал, он очень заинтересовался, начал сгрязываться, решил ко мне подойти, завести со мной разговор. И, собственно, потом уже спросил, а сколько у вас человек в машине? Я ему уже решил честно сказать, сколько нас, он такой, типа, удивлен очень сильно, говорит, нет, ребята, разворачивайтесь. И вообще с этими правами вам нужно, типа, ехать на Атаймесу или на Сан-Исидоро. Он нас разворачивает, и если на Атаймесу мы могли уехать спокойно, развернуться и уехать, то здесь мы разворачиваемся, и выезда просто тупо нет, это тупик. То есть там нет разворота как такового, потому что есть всего лишь одна полоса, которая едет через границу. Обратной линии никакой нет, даже встречной, соответственно, туда просто тупо некуда выезжать. Там стоит шлагбаум какой-то, ну, балки какие-то, в общем, где нельзя проехать. И закрытые черные ворота с правой стороны. Тупо тупик. Белые. Да. Короче. Белые. В общем. Скоро не будет. Все. И мы стоим в тупике. Мы стоим в тупике на нервах. Он говорит, сейчас я в рацию вызову. У кого-то вызывает, все, мы на панике, сейчас приедет полиция, сейчас нас заберут, типа, все. Он кого-то вызывает по рации. Мы тупо минут пять сидим в машине, ждем на нервах. Я говорю, все, сейчас все-то будет, непонятно что. В итоге приходит какой-то военный мексиканский офицер, открывает нам эти ворота. Один пешком просто приходит. И такой, типа, все, ребята, уезжайте, уезжайте. Мы ему в этот момент начинаем кричать, давай, давай по газам, быстрее, быстрее отсюда валим. Потому что мы понимали, что за нами может сразу выходить мексиканская полиция. Игорь очень быстро уехал. И, слава богу, за нами никто не выехал. Да. Так что вот такая у нас была. Уже получается, какая по счету? Пятая попытка на Текаты. Собственно, дальше мы отправились в Мехикале. Туда путь нам лежал еще два часа примерно ехать. Мы сначала заехали там, перекусили в классном месте, объелись вообще до отвала. Самые вкусные суши-роллы, которые я вообще ела за последнее время. Офигеть, да, представляете, суши-роллы в Мексике оказались безумно вкусными. Какие-то местные кафешки, там, нереально вкусные, огромные просто порции. Если будете что-то брать в этих кафешках местных, берите что-то одно. Потому что я себе заказал два блюда, и мне в итоге, когда принесли второе, там вот такая вот гора риса, которая передо мной лежала. Реально порции огромнейшие. Шокин просто. В итоге эта дорога у нас заняла два часа, мы ехали по очень красивым каньонам, еще мы застали закат. Поэтому, если кто-то будет в этих местах, обязательно проезжайте там на закате, там реально очень красиво. Да, места действительно очень красивые, вот как в выпуске «Орел и Решка» и пару кадров оттуда. «Орел и Решка» и «Орел и Решка» и «Орел и Решка» и «Орел» Все эти попытки, пока за рулем был Игорь, мы решили, что в багажнике будут лежать я, Мира, Марк и Артур. Если честно, после всего вот этого дня я думала, что формы тела уже не встанут на свое место, потому что руки были изломаны, ноги изломаны, мы не помещались там нормально, было тяжело физически лежать. Но мы должны были продолжить и стояли в пробке в Мехикале. И, кстати, важное замечание. Мы в этот день избавились от наших чемоданов. Мы поняли, что у нас катастрофически не хватает места в машине, несмотря на то, что это большой джип. Все эти три чемодана, коляска занимали очень большое пространство. И мы нашли человека, которому можно отдать наши чемоданы, и он заберет их в Сан-Диего. И там они уже нас будут ждать. То есть наши чемоданы в Америке, мы еще в Мексике, но это хороший знак. Мы с ним связались, он приехал к нашему отелю, забрал наши чемоданы. Мы отдали за это 250 долларов. Этого человека мы нашли по рекомендации от наших друзей уже из отеля. Они отправили так свой чемодан. И, собственно, эту сумму он разделил. 150 долларов мы заплатили, как и дали, чемоданы. И еще 100 он сказал, вы заплатите уже, когда будете забирать свои чемоданы из Сан-Диего. Чувак вообще все прекрасно понимает. Кореной американец, он такой гайс, все будет отлично. Я вас очень сильно там жду. Да, жду вас очень сильно, как он сказал. See you very, very soon. Рисковали ли мы? Конечно. Мы не знали, кто это, мы не знали, все ли будет хорошо. Мы туда положили наши деньги, мы туда положили наши документы. Было страшно. Мы остались без вещей, мы остались без документов. Но зато у нас был полный багажник, куда как раз-таки мы и легли. Да, было уже гораздо больше места, чтобы лежать. И нас вот это вот постоянное тягомотино, постоянно загружать чемоданы в багажнике. Плюс то, что они нас постоянно палили, вот эта куча вещей сзади. Теперь мы от этого избавились. У нас был красивый розовый чемодан, красивый зеленый чемодан. Я думаю, что они очень хорошо обликовали. Мы налегке поехали. И как выяснилось потом, это было супер правильным решением. Мы подъехали к нефикали. Как выглядела, собственно, дорога? Мы ехали точно так же. Справа была стена Трампа. Ты прям едешь вдоль этой стены. Закат уже темнело. Потом солнце ушло. Там уже ехало две полосы. Все, ребята лежат. Дети уже спят давно. Я еду. Это уже получается шестая попытка. Получается, как это там на сегодняшний день. Шестая в общем. Уже едем достаточно уставшие. Едем. Там дорога уходит вниз под мост. Идут две полосы в одну сторону. Дорога уходит вниз под мост. И мы подъезжаем. Я вижу издалека. Там какие-то сильно мигалки. Прям очень бьют. Уже темно. Оказалось, там стоит целый полицейский кордон. Там где-то три машины, четыре. Мексиканская полиция. Я такой думаю, блин, наверное, там укрепление или еще что-то. Мы проезжаем потихонечку мимо них. Там они так смотрят внимательно в окна. Мы проезжаем мимо них. Дальше стоит кордон военных мексиканских. Доходят люди с автоматами. Я думаю, что это такое? Что нам везет? Какие-то укрепления постоянно. Это было на самом деле очень страшно. Потому что мы ничего не видели. Мы не знали, что происходит. И Игорь говорит, мы сейчас проезжаем мексиканскую полицию. Их здесь очень много. И на мотоциклах, и на машинах. И смотрят в окна. Очень сильно все сжалось внутри. Но когда он сказал, что тут стоят еще мексиканские военные, которые в шлемах и в полном аммунировании, мы поняли, что это вообще какой-то ужас. Мы лежим и ничего не можем сделать. И прям внутри все сжималось, если честно, от страха. Собственно, мы едем ниже какой-то туннель. Весь поток едет туда. Мы проехали уже этих военных. И стоим в очереди на границе Нахиталя. Там было две полосы, когда мы проезжали после этого моста. В одной из них я стоял. Я уже думаю, все, меня задолбали эти нью-йоркские права. Больше не хочу их показывать. Все интересуются ими. Думаю, все, по ОМС-очке пойдем. Будем ОМС-очку показывать. Подъезжаю к офицеру, показываю ему издалека ОМС. Он мне уже машет, проезжай. Я начинаю опять заезжать, заезжаю колесом. Он такой опять, покажи еще раз, покажи еще раз. Он такой, блин, сколько можно уже. Я показываю ему ОМС. Он такой, типа, что это такое? Что это за документ? Я говорю, ну это мой ID. Он такой, все, разворачивайся, короче. И в это время они еще светили фонариками сквозь машину. Возможно, они тоже что-то еще видели. Несмотря на то, что мы хорошо прятались, возможно, они увидели покрывало или еще что-нибудь. Не знаю. Но, в общем, факт остается фактом. Нас снова развернули. Шестая попытка. Снова неудача. Разворот. И я разворачиваюсь. А ехать там, собственно, опять же, некуда. Ну, точнее, ехать можно, но это встречка. То есть, вот этот туннель, из которого мы выехали, две линии этого туннеля ехали. Там есть еще две линии, они были перекрыты конусами. Но это тоже встречка. То есть, это трафик, который должен идти к этим границам. И я еду обратно по встречке через этот туннель. И, разумеется, через кого я еду? Еду через военных. Нас тормозят военные. Он сучится в окно, начинает там на испанском говорить. Я ему пытаюсь через переводчик показать, что, типа, нас там развернули. Тут недопонимание, какая-то ошибка. Он такой, хорошо, хорошо, типа, проезжай дальше. Он сказал, что вы нарушаете мексиканский закон, что вы ездите по встречной полосе. Проезжайте дальше к полицейским, они с вами уже разберутся. Мы подъезжаем дальше. Там нас встречают вот такие вот объятия, просто полицейский, один, второй. Спрашивает, что происходит, что вы тут делаете, почему вы едете по встречке, это нарушение закона. И дальше начинается просто веселая история нас и полицейских. Это было ужасно. Нас остановил полицейский, назовем его номер один. Он в дальнейшем играл роль плохого полицейского. Он сразу начал нам рассказывать о том, что мы совершили большую ошибку, что это капец, это очень плохо. Передал нас в руки другому полицейскому. Там был такой темнокожий парень на мотоцикле. Он весь такой был хороший полицейский. Сказал, чтобы мы следовали за ним. В итоге мы отъехали за ним в какой-то темный двор. Он припарковал свой мотоцикл, подходит к нам. Мы с Артурчиком выходим из машины. И у нас началась просто великолепная история. Все прекрасно понимают, мы прекрасно понимаем, что он хочет от нас денег. Он прекрасно понимает, что мы пытались пересечь границу. Но все играют в цирк, когда никто ничего не знает. Да, мы делаем вид, что вообще не понимаем, как там что случилось, почему нас развернули. Он делает вид, что понимает нас прекрасно. И мы вот на вот этих вот любезностях с ним общаемся. Он начал находить формальные поводы, как до нас докопаться. Типа, а что у вас тут дети оказалось? Он открыл машину, заглянул в багажник. Я там спала, точнее я там лежала с детьми. И дети спали, он просветил их фонариком, говорит, как это у вас тут дети? Где документы на детей? Мы показали их паспорта, мы показали свидетельство о рождении. Они говорят, нет, это очень плохо, это очень плохо. Как вы завезли их? Возможно, вы их украли. Мы должны проверить подлинность этих документов. Проехали с нами в миграционную тюрьму. Начали, короче, нас качать на то, что мы должны с ними ехать в миграционку, чтобы удостовериться, что мы легально везли детей в Мексику. И вот они начали нас на этом качать. Там уже подъехало еще два полицейских, их уже трое. Один более-менее говорит по-английски, с остальными мы говорим через гугл-переводчик. Короче, очень стрессовая ситуация, но мы с Артурчиком продолжаем косить под дурачков, что у нас все четко. К нам еще подъехал этот самый злой полицейский, который нас остановил на встречке. И вот они всей этой толпой нас начали качать. В итоге мы уже устали играть в этот цирк. Этот темнокожий полицейский позвал меня к себе, говорит, все, stop it, stop it, говорит, шел, stop, все. Встает такой, how much? Я угораю, ну и мы опять Артурчиком, ну how much? Ну how much? У нас денег нет, мы бедные туристы, как бы у нас все, мы все, мы с детьми, мы с женами, мы типа вообще, у нас особо денег нет. Он начал нас качать, по-моему, с тысячи баксов, чтобы мы отдали тысячу баксов. Я с ним торгуюсь, он типа, ну уже там 600. Я говорю, нет, 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 я говорю, типа, давайте 200, типа 100 даст Артур, 100 дам я, и мы поедем, это недоразумение, все дела. Вот. В итоге в наши торги включился злой полицейский. Его очень выбесило, что мы косим под дурачков, о том, что мы нагло себя достаточно вели, но мы прямо отказывались что-то там делать, это сдавать им сразу деньги, да, мы себя очень нагло вели, его это выбесило, и он говорит, типа, все, торги с ним завершай. Чемнокожий говорит, все, аукцион закончен, типа, руки на капот, и началось веселье. Нас начали полностью шмонать, мы поставили руки там на мотоцикл, на машину, нам типа полный шмон, абсолютно полный шмон всего, что есть у меня, всего, что есть у Артура, сумки, карманы, кошельки, телефоны, все вот так вот выкидывали в корзинку, просто в кучу, все деньги, которые они у нас находили по карманам, они скидывали в одну большую кучу. Плюс в этот момент еще два полицейских залезли в машину, они начали открывать все двери, бардачки, все отсеки машины, начали у нас спрашивать, зачем вы сюда приехали, я им говорю, а что вы, собственно, ищете, зачем вы осматриваете машину, они что-то сказали там на испанском, слава богу, один из них разговаривал по-английски, и мы с ним как-то могли вести диалог. Он начал досматривать все рюкзаки, а еще было забавно, когда они хотели открыть багажник, в котором я, собственно, сидела, и там Марк спал прямо около двери, я его еще так держу, он открывает дверь, Марк там чуть ли не выпадает, он такой, вываливается просто из багажника. Господи, заберите своего ребенка, почему он здесь спит? Они начали досматривать рюкзаки, доставать все, доставали из моего рюкзака детский туалет, раскраски, а я ему все еще комментирую, говорю, да-да, это детский туалет, да-да, это наши раскраски, и ему стало нелогко, что я так пристально слежу за тем, что он делает, естественно, он хотел найти деньги, но это было все под прикрытием того, что они ищут либо наркотики, либо оружие и так далее. Все это время они нас пытались словесно запугивать, что да вы, наверное, контрабандисты, да вы, наверное, нелегально везли детей, да, наверное, у вас есть наркотики в машине, вот все время закидывали такие вещи, чтобы мы максимально быстро испугались и начали предлагать им деньги. Мы вот под этим всем предлогом не велись и продолжали с Артуромчиком гнуть свою линию, и поэтому в конце их это очень сильно выбесило. Но сразу же скажу, что мы знали, что подобный шмон возможен, что мы можем попасть на полицейских мексиканских, и мы изначально деньги очень хорошо попрятали. Все, которые у нас остались, Артур хорошо спрятал деньги, мы отлично спрятали наши оставшиеся деньги. Плюс мы отправили наши чемоданы деньгами. Да. И как раз таки в этот момент мы очень сильно обрадовались тому, что у нас не было чемоданов, им не пришлось их вскрывать, смотреть их содержимое, это было большим облегчением для нас. Такое облегчение, просто огромную часть денег Артур отложил в чемодан, мы большую сумму денег положили в чемодан, который у нас оставалось, мы ехали налегке, и соответственно им даже нечего было тупо обыскивать, у нас там было несколько рюкзаков, и там женские сумочки, там что-то по мелочи совсем. Поэтому они обыскали все, машину, бардачки, все это обсмотрели, и денег толком не нашли. Нас с Артуром также осмотрели полностью, и вот значит финиш этой операции по обыску, мы стоим с Артуром, на нас светят фонариками, лежит вот эта корзинка, там наши ключи, деньги, документы, и все, что они уносли в машине. Они такие смотрят, они считают, в общем, в сумме на две семьи они у нас нашли 320 долларов. Они такие, это что, все? Вы что, приехали в Чихуану без денег? Вы сумасшедшие? Это что, все? Мы такие, ну я же вам говорил, вы думаете, что мы торговались, я же вам говорил. Они такие, капец, ну ладно, все, мы это все конфискуем, в общем, про деньги он, разумеется, говорил, и они там у нас были какие-то песо, какие-то доллары, ну в общем, 30-20 баксов. Мы это все конфискуем, и вот дальше этот коп, настолько он устал с нами качаться, я говорю, все, 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 хорошо, я, разумеется, начал уже сдавать, потому что это затянулось, это длилось все час, если не больше, реально, то есть это очень долго все длились, эти наши беседы. Я начал говорить, все, господа, вы молодцы, все прекрасно, мы уезжаем, пожалуйста. Они начали так радоваться, как дети, я тут темнокожий начал танцевать, такой, yeah, Mexican police, one, Russian tourist, zero, и они такие, типа, yeah, вот так вот танцуют вместе с ним, мы просто застаем с Артуром, начинаем смеяться с этой темой, я говорю, все, 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 вы выиграли, вы красавчики, он такой, все, типа, если мы вас еще раз здесь увидим, вам, типа, ребятки, вам задница, поэтому, никогда, чтобы здесь больше не появлялись, мы такие, все, мы никогда больше здесь не появимся, все, 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 до свидания, всего вам хорошего, мы прыгаем в тачку и уезжаем из Мехикали, эмоционально просто истощены полностью, вообще, уставшие, измотаны, уже, получается, четыре попытки за день, капец, и темнота полная, и мы отправляемся в обратную дорогу. И все наши надежды на Мехикали полностью рухнули, потому что мы надеялись, что мы пройдем в Мехикали, попадем в хороший бордер, потому что на Мехикали бордер очень хвалят, то, что он гораздо теплее, там не разделяют, прям по отдельным камерам, там бордер просто разделен матами, женская комната, подростковая и мужская, и, в общем, мы были очень сильно расстроены, я не знаю даже, можно ли передать эти эмоции, потому что мы были эмоционально выжаты за этот день, столько попыток, столько неудач, мы прям вот пали духом. Но тут смешанные были эмоции, мы очень устали, сильные были выжаты, и поняли, что Мехикали нам не светят, но в то же время мы бы очень радовались тому, что мы наконец-то отделались от этих мексиканских полицейских, очень радовались, такие типа, ууу, там все. Потому что мы знали, что бывают ситуации, когда действительно ребят забирали в миграционную тюрьму, их держали сутки, двое, в плохих условиях, и мы действительно переживали, что такое может случиться и с нами. Поэтому, когда ребята вернулись к нам, так сказать, с победой, если это можно так назвать, мы очень сильно их поблагодарили за то, что они смогли своими навыками общения привести все к такому итогу. Помимо этого, мы слышали много историй, когда вот подобные шмоны, и у людей находили 4 тысячи долларов, 5, у кого-то 10, они реально могут забрать все, что найдут в подобных ситуациях, и мы были очень рады, что делались всего 3-мя сотенными баксами. Обратный путь домой также составлял 2 часа по серпантинам, по каньонам. Мы были очень уставшие, это было уже около 11 часов вечера, и по дороге мы решаем, а что бы нам не попробовать завершить этот прекрасный день последней попыткой на Атай. На Пасашок решили просто заехать, на Атай Меса еще разочек. Приезжаем мы к Атаю, уже после 11, где-то 11.30, темно, соответственно, в ночное время пробки минимальные, мы очень быстро подъезжаем к офицерам. Когда ты подъезжаешь к границе, там стоят огромные прожекторы. Прожектора? Прожекторы. Извините. И они очень ярко светят на весь поток машин. Соответственно, когда ты подъезжаешь, ты чувствуешь себя, вот знаете, как в фильмах показывают, как вертолет подъезжает, который преступника ищет, и он вот ярким светом прям... со всех сторон освещен. Да. Вот это было точно такое же ощущение, если честно, потому что мы еще лежали, спрятавшись, видим этот цвет белый. Внутри ощущения непередаваемые. Да. нервы на пределе, и вот реально свет там заполняет всю машину, видно все, мы все на нервах. Чувствуешь себя прям преступником? В этот раз там на Тае был прям очень серьезный досмотр. Если раньше они там быстренько пропускали машину, то когда поток маленький, очереди нет большой, он мне говорит, покажи, я показываю, он светит туда мне фонариком, мы подъезжаем уже к нему еще ближе, он говорит, покажи мне еще раз, я показываю, он светит фонарем в этот мой ОМС, и говорит, нет, 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 все, разворачивайтесь. И мы разворачиваемся. Пятая попытка за один день, тоже неудачно. Мы расстроенные, не уставшие, приезжаем к нашему отелю, заходим, и там нас встречают ребята с криками, нет, что вы здесь? Боже мой, вы что, вы вернулись? Почему? Они уже там чуть ли не пили за то, что мы проехали границу. Потому что, когда машина отсутствует на парковке целый день, все делают вывод, что наверняка все уже прошли, сидят прекрасно в бордере, наслаждаются тюремной едой. И тут приходим мы, ребята в полном шоке, начали нас спрашивать, что как. То есть, у нас реально сложилась такая атмосфера в отеле, когда все были друг за друга, когда все очень радовались или огорчались друг за друга. Это было здорово. И вот, мы легли спать в 2 часа ночи, проснулись, и следующий день нам обещал еще много всего интересного. Как вы понимаете, предыдущий день у нас высосал все соки, мы были эмоционально, морально, физически выжаты. И, проснувшись утром, мы решили, что никаких попыток штурма границы у нас сегодня не будет. мы взяли еще 2 семьи, наших прекрасных друзей из Беларуси, с собой и поехали погулять на океан. Там мы очень здорово провели время, посмотрели на океан, погуляли по берегу, увидели знаменитую стену плача. Стена плача это место, где встречаются семьи из Мексики, те, которые смогли пройти границу и как-то легализоваться в США, и те, у кого это не получилось. И они встречаются с двух сторон границы, общаются, рыдают там, скучают друг по другу, поэтому это место назвали мексиканской стеной плача. Мы даже кинули монетку на ту сторону, на американскую сторону, чтобы поскорее оказаться там. Кстати, пару слов о самой Тихуане, потому что очень много всего рассказывают и в чатах, и в видео о том, что этот город достаточно страшный, о том, что это полностью город, принадлежащий картелю. По факту оно так и есть, но на деле ничего особо страшного, мы там не увидели. Я сказал, что страшно, да? Но на деле ничего особо страшного мы там не увидели. Он выглядит плохо, это такой трущобный город, там очень много бедных людей, очень много каких-то заброшенных мест, грязных, таких вот полуржавом, полуразвалившемся состоянии, но в принципе в нем также есть неплохие туристические места, какие-то кафешки, в нем есть торговые центры, разделенные на разные магазины, там гуляет достаточно много людей, и очень приветливая и приятная атмосфера. Ну, единственное, конечно, гулять по ночной Тихуане не советуется, мы в принципе так не делали, потому что все-таки это небезопасно и лучше находиться на территории своего отеля ночью. Ночью в принципе гулять небезопасно, а уж по Тихуане это подавно. Мы погуляли, отлично отдохнули, зарядились океанским воздухом и вернулись все вместе в отель. И когда мы подъехали, мы увидели, что парковка около нашего отеля полностью пустая. У нас в отеле было 7 семей, с которыми мы очень плотно общались и обсуждали тему перехода, и у них у всех были машины, и, собственно, всех этих машин не было, что означало, что все они поехали штурмовать границы. Нас это как-то очень сильно взбодрило, и мы тоже решили, так все, давайте, ладно, собрались, отдохнули, быстренько помоемся и поедем тоже штурмовать границы. Хотя бы посмотрим, что там такое происходит, если никого нету. В итоге мы помылись, отдохнули, покушали, сели в машину, но из-за того, что мы были такие уставшие, мы прям были вообще без сил, мы решили, что мы прятаться нигде не будем, мы не будем ложиться. В итоге Артур сел за руль, Игорь с Диной также сидели на втором ряду, но не особо прятавшись, а я сидела с детьми на третьем ряду, мы не складывали третий ряд, как когда мы ложились туда в багажник, а просто его оставили сидячим. Так сидела я с Мирой, с Марком, и вот наш путь на Таймесо начался. Мы совершенно устали уже после предыдущих попыток, и не было никаких сил накрываться этими простынями, прятаться, поэтому поехали просто на расслабоне. Это была наша восьмая попытка. Восьмая попытка. Это для нас звучало на самом деле не очень ободряюще, потому что эмоции, которые ты испытываешь в каждую из попыток, когда ты подъезжаешь к границе, они меняются просто невероятно. Ты очень сильно боишься, ты очень сильно волнуешься, ты очень сильно расстраиваешься, и в какие-то моменты уже ты думаешь, что, наверное, это все невозможно, мы что-то не так делаем, у нас что-то не то с машиной, у нас что-то не то с правами, мы не знаем, сколько еще мы времени проведем в отеле. Это все очень сильно давило на нас. Потому что, как и все, мы думали, что до сейчас мы приедем, все сделаем правильно, проедем с первого, ну, максимум с третьего раза, и все будет круто. И вот здесь, как бы, да, когда ты уже там четыре-пять раз не проехал, ты сталкиваешься с тем, что, ну, начинают закрадываться сомнения, возможно ли это сделать. Может быть, это раньше все проезжали, а сейчас проехать нельзя. Потому что разворот за разворотом, и, ну, в начале, когда много позитива, все заряженности, да ладно, ничего, да ладно, ничего, но когда уже там пять раз, ладно, ничего, уже так начинаешь, если честно, задумываться, и вера в себя теряется. плюс очень важный момент, что, ну, вроде кажется, там, ну что, подъедь там, ничего такого, но, честно говоря, когда вот сидишь за рулем, подъезжаешь к этим офицерам, просто вот внутри тебя прям трясет жестко, очень страшно, потому что ты понимаешь, какая-то ответственность, ты хочешь проехать, и ты все это время на жутких нервах, то есть происходит прям реально такое нервное истощение, можно сказать. в эти моменты мы вспоминали ребят с ютуба, которые так же, как и мы, до нас проходили эти границы, и некоторые проходили и с десятого раза, ребята из Нью-Йорка проходили с семнадцатого, кажется. Да, да, правильно. и как раз таки из-за этого мы, собственно, наверное, начали снимать наши видео, потому что для кого-то они окажутся полезными, и кто-то поймет, что ничего страшного, что мы семь раз не прошли, ребята прошли на восьмой раз. Так и есть. В любом случае вы пройдете, если у вас есть такая цель, и вы не должны отчаиваться и опускать руки. Да, ребят, тут как бы это не банально звучало, но самое главное не сдаваться. Мы слышали истории, когда кто-то заходил с семнадцатого раза, кто-то с двадцать третьего, кто-то с одиннадцатого, кто-то с первого. Да, и когда ты знаешь, что есть такие порядки чисел, то ты спокойно раз за разом просто должен повторять эти попытки. Плюс мы знаем ребят, которые просто делали в день по одной попытке и там заехали с одиннадцатого раза, проведя одиннадцать дней в Тихуане. Просто по одной попытке. Одну попытку в день делать несложно, но главное сделать это спокойно и вот без всех этих сомнений и переживаний. Поверьте, мы прекрасно понимаем, о чем говорим. В этот раз к Катаю мы ехали не больше двух часов. Это было время уже около четырех часов дня. было уже красивое солнце, не было дикой жары, все было очень комфортно, на очень расслабленном состоянии. Мы чувствовали себя отлично, ехали, веселились, смеялись и не чувствовали вообще никакой напряженности. Мы думали, ну сейчас нас развернут, поедем дома, поужинаем, все нормально, хороший день сегодня был. Уже все строили планы. Ну сейчас, когда развернут, куда мы поедем, там надо на заправку заехать или там в магазин что-то купить. Мы думали, сейчас приедем еще помоемся. Головы помоем, хорошо. Но судьба распорядилась по-другому. Принесло ее у тебя, но судьба решила иначе. Но судьба решила иначе. Как Карина и сказала, за рулем в этот день мы посадили Артура. Я после вчерашнего дня вообще никакого желания ехать за рулем не имел. Мы сидели просто сзади, так прижавшись чуть-чуть к стеклу, потому что у нас хорошая тонировка. Вот. Карина с детьми сидит сзади, мы едем, пробки практически нет. Мы уже подъезжаем у нас на уровне видимости эти самые будки, где стоят офицеры. Артур начинает сильно нервничать, он прям все, его нервы передаются, распространяются по всей машине. Он такой, блин, блин, в какую сторону, в какую сторону нам ехать налево-направо. Я говорю, Артурчик, поехали налево, он начинает левее прижиматься, потому что мы налево еще не ездили, мы ехали по центру, ездили в правой линии. Я говорю, давай крайнюю левую убери. Вот. Он едет на крайнюю левую, там тоже расходится в разные стороны, да, очереди. Он говорит, куда-куда, совсем налево или направо, я говорю, кого видишь? Он смотрит, говорит, вижу девушку-офицера. Я говорю, все, поехали к девушке-офицеру. Девушки-офицера еще не было. Девало еще девушки-офицера за все эти попытки. Все, стоим в очереди к девушке-офицеру. И вот ключевой момент. Мы это прекрасно видим с Диной, потому что мы сидим просто вот за водителем. Я вот сбоку все вижу прекрасно, как это происходит. Артур подъезжает к офицеру, она руку поднимает, спрашивает у него документ. Он в чехольчике в моем показывает ей свои права. Они, разумеется, у нее вызвали опять интерес, что это за такие права. Она вот так начинает всматриваться, подходит ближе, прямо вот буквально к водительскому месту. Окна у нас закрыты, подняты стекла. Я ее вижу через тонированное стекло. Вот она буквально в полуметре от меня, но она меня не видит. А мы в этот момент просто нагнулись, то есть мы сидели, спрятавшись за сиденьями, но не ложились никуда. И она подходит прям покажи еще раз. И он прям достает их так демонстративно из чехла свои эти права. И вот так вот там ей стекло показывает их. Мы такие, ну все, думаем, задница, короче, приехали. И она посмотрела тогда на них. Ну давайте, давайте, проезжайте. Он вот так вот просто вот так вот выпрямляется с таким лицом, просто дает вперед. У него, я чувствую, там просто все, крышу тоже сносит. Он, ребята, welcome to the United States. мы просто в шоке. И мы там бум-бум-бум-бум, жопой эти пупырки проехали. Мы просто в шоке, ребят. Честно, эмоции передать невозможно. Он выруливает через эти пупырки. Мы просто начинаем орать. У нас вся тачка начинает орать. Я кричу, типа там что-то красавчик вообще. Е-мое. Он начинает выгорать. Все, Карина сзади начинает рыдать. Девчонки начинают рыдать. Вот. Это непередаваемое ощущение. Блин. Потому что эти заветные пупырки были от нас так далеко. И тут мы едем на расслабоне. Мы не прячемся. Просто прижались к стеклу и в этот раз мы проезжаем. Блин, ребята, это непередаваемые просто ощущения. Это ощущение просто суперпобедителя, это взрыв внутри просто радости, какого-то непонимания. Страха, непонимания, потому что мы понимали, что все, мы сделали все, что от нас требовалось, и теперь начинается еще более сложный этап в жизни. И мы громко начали кричать в этой машине, радоваться, у нас машина там качается, девушка-офицер это замечает, она оборачивается. Я смотрю назад через тонированное стекло, на нее она оборачивается, быстро подбегает к нам, начинает стучать по машине, подходит уже к Артурчику, он приспускает стекло, она говорит ему, put your windows, all your windows down. И он такой, мэм, we need political asylum, все дела. Она так смотрит на него, вздыхает и на русском говорит, сколько человек в машине. Мы просто сзади начинаем угорать. Да, оказалась очень милая девушка-офицер-казашка, которая прекрасно разговаривает на русском языке. Мы читали про нее в чатах, про эмиграцию, что она кому-то попадалась, и вот на удивление она нам попалась тоже. Она просто спросила, сколько у нас человек в машине, и сказала нам проезжать дальше. Мы там еще больше начали орать, радоваться, смеяться. И мы назад оглядываемся, видим, что она просто тоже стоит, хохочет с того, что типа как тупо получилось, что типа она нас никого не заметила, что у нас полная тачка людей. И она пропустила одного Артура с этими правами. Вот. Они сразу, прибежало несколько офицеров, они сразу начали смотреть документ, который показал Артур, потому что очень много случаев, когда люди подделывают документ, по которому проезжают. И так делать ни в коем случае нельзя, потому что потом у тех, кто это делает, могут быть реально большие проблемы. Потому что кто-то пытается подделывать калифорнийские права, они сразу пришли, офицеры начали спрашивать, покажите какой документ, какой документ вы показали, почему вас запустили. Артур отдал права эти свои, они сразу начали их там разглядывать, просвечивать, спрашивать, это настоящие права, откуда у тебя права. Ну, в общем, он рассказал, что там в таком-то году был в Нью-Йорке, получил там права, и то, что они настоящие, это не подделка. Вот. И, собственно, все это время мы просто пребываем в шоке, у нас в машине ликование, мы достигли того, чего так долго хотели. Мы сделали то, ради чего весь этот предыдущий путь, собственно, был. Это вот этот самый момент пересечения этих чертовых пупырок. В общем, ребят, как мы заехали, ощущение внутри, переполняющий тебя вот этот вот заряд счастья, он просто незабываем. Если честно, мне кажется, этот момент я запомню просто до конца своей жизни и потом буду рассказывать его своим внукам, сидеть, кататься в кресле и говорить, знаете, как ваш дед границу пересекал. Ну, короче, вот это нереально, ребят. Это все эти нервы, все эти стрессы, переживания, волнения, затраты, это все того стоит. Я вам точно могу сказать, потому что в такие моменты ты себя чувствуешь максимально живым. Вот эти моменты, это и есть жизнь. Из таких моментов жизнь складывается и состоит. И еще небольшое отступление. Я просто выскажу наши мысли, наши догадки, почему у нас получилось заехать в этот день. Я думаю, что это было связано в основном с тем, что бордер был весь заполнен в предыдущие дни, и машины тупо не запускали, чтобы не было переполненности. И когда бордер освободился, то есть либо многих отпустили, либо увезли в детеншины, очистили бордер, продезинфицировали и сказали запускай. Можно запускать, потому что на удивление, вот все наши как раз семь семей, с которыми мы на протяжении четырех дней все по-разному в разное время штурмовали эти границы, все штурмовали разные границы. И за эти четыре дня ни одна семья, никто из нашего отеля не заехал. Именно в этот день с утра начался у нас парад машин на Таймеса, и все шесть из семи семей в этот день заехали. Представляете, ребят, шесть из семи в один день заехали. Поэтому главная задача получается, что найти тот самый день, в который увеличивается пропускная способность, я не знаю, принимают как-то. В общем, просто подобрать тот самый день. Потому что я думаю, что офицеры все равно как-никак видят ваши русские права, которые сверкают ярко-розовым цветом, ваш полис ОМС, на котором фотография расположена совсем по-другому, чем на калифорнийских правах и так далее. Я думаю, что они все понимают. Просто у них стоит задача либо пропускать в этот день, либо не пропускать, либо пропустить определенное количество машин. Поэтому не стоит опускать руки, а стоит пробовать, пробовать и пробовать. Потому что обязательно этот день настанет, когда им дадут команду «запускай». В итоге, когда мы подъехали к будке, Артур отдал все наши паспорта. Офицеры начали сразу нас спрашивать, что, как, откуда вы, из России, не из России. И сказали дальше проезжать уже под небольшой навес, где припарковалась наша машина. Туда подошли другие офицеры, дали нам анкету на заполнение. Сразу спросили, разговаривает ли кто-то на английском. Мы ответили, что да, мы разговариваем. И у них сразу было такое облегчение на лице. Они сразу такие «О, как это здорово! Вы такие молодцы! Как хорошо, что с вами можно будет поговорить!» Потому что, я так понимаю, они очень сильно устали от людей, которые ни бэ, ни мэ, по-английски не понимают. Говорят, вы нам объясняете. Это тяжело. И в итоге они начали с нами и разговаривать, и спросили у Игоря про его татуировки. И спросили что-то про детей, как они себя чувствуют, всё ли хорошо у нас. В общем, отношение было максимально лояльное. Они очень переживали, чтобы у нас всё было хорошо. Мы заполнили анкеты, им отдали. Они попросили нас выйти из машины. Мы сняли все шнурки, ювелирные украшения, кольца и так далее. Всё-всё-всё сложили к себе в рюкзаки. Они ничего не проверяли. И дальше мы прошли уже на оформление в здание. В здание. В общем, весь процесс оформления у нас был очень дружелюбный. Очень открытые офицеры какие-то шутки с нами шутили. Очень внимательно относились к детям. Помогали с заполнением форм. Сразу как-то вот, знаете, как будто атмосфера резко поменялась. Всё стало такое дружелюбное, такое позитивное. И это на самом деле очень помогает психологически, потому что ты всё равно не понимаешь, что будет дальше. Офицеры бывают разные. Мы читали разные истории, что кто-то может негативить, кто-то может как-то агрессивно относиться. Нам в плане офицеров очень повезло. Все были просто замечательные и дружелюбные. Они приносили детям всякие вкусняшки, соки, закуски. Спрашивали, как у вас дела. Поэтому было всё максимально комфортно и дружелюбно. Следующие где-то 2 или 3 часа мы провели в здании CBP офицеров, где они оформляют здание прямо на самой границе. Когда мы зашли в это здание, там же мы увидели одну из семей из нашего отеля. Они уже там сидели, у них уже было всё оформлено. И они ждали, что их будут куда-то отвозить. Мы безумно были рады их видеть. Мы поняли, что не только мы заехали в этот раз. И уже увидели одну из этих семей. И мы сидели уже и думали, блин, хоть бы наши остальные ребята тоже кто-нибудь заехал из тех, кто сегодня пытался. Как мы и сказали, 6 из 7 семей заехали тоже в этот день. Мы с ними увиделись в бордере. После оформления всех документов нас позвали. Нашу семью и семью Артура, с кем мы заезжали на одной машине. Нас провели к небольшому минивену, попросили сесть. Там были очень интересные железные сидения. И мы отправились в бордер на границе Сан-Исидро. А собственно, что происходило в бордере, как нас оформляли, как мы отсидели в этом бордере, какие там условия и что было дальше. Об этом мы обязательно вам расскажем в следующем выпуске. А также, друзья, мы приносим наши извинения за то, что это видео выходило очень долго. Его очень долго ждали. У нас сейчас такой период жизни, что у нас куча-куча-куча всяких дел. Записаться туда, оформить эти документы, разобраться с работами и так далее. Поэтому времени на видео чисто физически нет. Мы прям просрочили конкретно, планировали выпустить гораздо раньше. Но извините, ребята, чуть-чуть тут задержали, получается. Но мы все равно держим слово, обязательно выпустим всю-всю-всю нашу историю, ответы на вопросы и все, что вам будет интересно. Так что оставайтесь с нами и продолжайте смотреть эти видео. А я вам напоминаю о том, что мы ждем ваших вопросов на все темы в комментариях. Будем выбирать лучшие. Быстро для вас постараемся сделать выпуск с ответами на вопросы. Поэтому как можно больше вопросов напишите, чтобы нам было из чего выбирать. Ну и вообще оставляйте комментарии по любому интересующему вас вопросу. Можете даже негативными. Обязательно потом сделаем подборку из негативных комментариев. Так что мы очень ждем ваши лайки, подписки. И спасибо вам большое за ваше внимание. До новых встреч. Я говорю, что был черный джип. Я говорю, что был белый джип. На что мы спорим? В следующем видео кто-то из нас поет песню. Отрывок к песне. Сфиксировано. Итак, у нас спор, выигранный мной. И это значит, что Игорь у нас поет песня. Так как песню мы не выбрали, исполнителя мы не выбрали, мы решили, что будем выбирать путем рандомайзера. Генератор букв. Мы будем сейчас генерировать буквы. Карина будет вспоминать исполнителей. Найти буквы. Давай. О. О. Знаешь, что вот она О? Ози Осборн. О. Не, не знаю. Давай следующую. Следующую. З. Золотое кольцо, Надежда Кадышева. Я не знаю ее песни, но я знаю, что ей золотое кольцо. Золотое кольцо, белое золотое кольцо. Надежда Кадышева. Так. Вина в Аталии. Вот. Нормально. Давай. Широка река. Широка река. Глубока река. О, давай широка река будем. Давай. В смысле будем. Ты будешь. Тебе минус, что ли, кольцо? Не знаю, конечно. Все правильно. Чувствуешь? Широка река, глубока река, не доплыть себе, встал у бережка. Тучи низкие прячут лунный свет, полететь бы мне, да вот крыльев нет. В осыром бару злой огонь кипит, кончер ничем ночь у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седака, а до тунта конь наши берега, наши берега. Постучалась в дом, более званая, вот она, любовь окаянная. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Тебе понравилось? Очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!